Праздничные службы в храмах и особый колокольный перезвон. Миллионы верующих по всей стране сегодня отмечают День Крещения Руси. Церковь также чтит память святого князя Владимира, который, выбрав православную веру, на века определил наше будущее. В самом центре Старого Владикавказа есть храм, освященный в честь князя Владимира. Это храм недавно воссозданной исторической архиерейской резиденции. И здесь сегодня было совершено особое молебное пение и крестный ход вокруг храма. А перед этим торжественную литургию совершил архиепископ Владикавказский Иоланский Герасим. Несмотря на непогоду, во Владимирскую церковь на праздник пришли десятки верующих, чтобы вместе в этот день помолиться о духовном единстве. Да стоит Церковь наша Христова, которую на нашей земле возрастил, как на нашу землю привел святой князь Владимир. И да будет так, чтобы и мы, и наши дети, и внуки в благочестии, тишине и чистоте проводили свое житие в стенах нашей Матери Церкви. Чтобы никакие волны, которые снаружи пытаются этот ковчег сокрушить, не проникли в него. Дай Бог здоровья вам всем, дорогие мои, потому что сегодня вся наша земля именинница. Мы празднуем крещение, то есть особый день рождения всех нас, потому что этим рождением каждый из нас крещение рождается в Царстве и становится наследником Царствия Христова. И вся наша земля, и святая наша Алания, и святая Русь, которые крестились с разницей в 60 лет, являются наследниками, которые должны наследовать вечное Царство, горне Иерусалима. Да будет так, дорогие мои, и давайте жить так, чтобы никто из нас по своим берегам вне ковчега не оставался. Войдем в ковчег и спасемся. Храни вас Господь, дорогие мои, с праздником, с помощью Господа. Сегодня во всех храмах нашей епархии состоялись праздничные службы и молебны, а ровно в 12 прозвучал колокольный звон благодест. Слава тебе, Боже! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!